Девушки отдыхают Найти ключ от помещения Над воротами, чтобы Можно было их открыть И еще нам нужно Попутно уничтожить линкор Чтобы пиратский корабль смог пройти Через эти самые ворота Что-то мне подсказывает, что с этим У нас могут возникнуть проблемы Потому что Данная крепость Она Подверглась заражению Демоновой чумой Отлично, думал душу на кораблю Но меня Умудрились еще и застанеть Проблемы начинаются прямо со старта Хотя с обычными Демонами проблем быть никаких Не должно Так, попробуем их По-быстренькому убивать И быстренько-быстренько Продвигаться Так Главное Плюхи не пропускать Это главное А уж ключ ворота Это как-нибудь Как-нибудь Откроем Откроем и уничтожим Да Идем мы Вроде бы как правильно Потому что другого пути у нас нету Но в этой крепости Заблудиться Вполне себе можно Если посмотреть Сколько здесь Этажей Сколько здесь Уровней А вон И линкор Да Который нам нужно уничтожить А вон ворота Которое нам нужно открыть Ну ладно Тогда попробуем По крайней мере Сделаем все Что в наших силах Так Ясно Понятно Куча демонов Ну ладно Покачаемся Раз уж демоны Прям таки Идут К вельвет В лапы Грех этим не воспользоваться Уровень лишним не будет Интересно Что собрались делать Эти пираты Дальше Вот после того Как они Пройдут Через эти ворота Эти ворота Ведь ведут Куда-то К столице Ну то есть Через этот пролив Можно проплыть В столицу На кой хрен Пиратам понадобилось Оттуда двигаться Чего-то не ясно Ну ладно Вельвет Ей нужен Арториус Но пиратам-то Зачем Ползти Самое логово Экзорцистов Вот это вот Если честно Загадка Хотя стоп Какая нахрен Загадка Точно Им же нужен Айфред Их капитан Вот Точно Вспомнил Их капитана Вытащили С острова Где находилась Вельвет И где-то Держат Экзорцисты А то есть Выходит Нам с пиратами Тоже по пути Даже после того Как мы Прибудем В столицу Значит Айзен Скорее всего Нас не покинет Так Как бы Как бы Вот эта хрень Ага Все-все-все-все-все Преградила Путь к моей плюшке Что-то с каждым Демоном В бой Вступать Не Не тянет Так И вас Пожалуй Я тоже Пропущу А с ящерицами Да Как бы Можно Вполне Себе Пинаться Но Стенники Они Какие-то Слишком Пухлые Не вижу В этом Смысла Хотя Может Оказаться Так Что С них Будет Снаряжение Хорошее Выпадать Но Похоже Это здесь Разделимся Так мы быстрее найдем ключ Мы поищем в другой комнате Ага Нашла Не стоит Так стараться Ради Такой Мелочи Но Это доказывает Что ты еще Живой Доказывает Шишка Нет Боль Но Я боюсь Боли Эх Мальчик Ну а кто ее не боится Даже ты Так или иначе Мальчишки всегда увлекаются Самыми странными вещами Увлекаются А тебе ведь эта штука нравится Я даже не знаю Но Когда я увидел Такую штуковину В книге Она меня Заинтересовала Я почувствовал Восторг Да Верно Почему игла Всегда указывает На север Кто догадался Соединить все части Так Чтобы Они заработали Я как-то подумал Что если у меня Будет компас То я смогу Отправиться с ним В путешествия Это приводит Меня в восторг Когда испытываешь Такие чувства Ну так Нужно говорить О них вслух О том Что тебе нравится И не нравится Страшно тебе Или весело Ты ведь Живое существо Я Живой? Но Это всего лишь Мое мнение Не приказ Понял? Понял Понял Так сразу Когда его Похвалили Ну что такое Тебе не здоровится? Мой компас Свалился мне на голову И теперь там шишка Дай-ка взглянуть Ого Какая большая Должно быть Болит Ага Но По крайней мере Я пока не умер Ты хочешь сказать Что боль Это лучшее доказательство Что ты жив? Так сказала мне Вельвет Ладно Не переживай Сейчас я вдавлю ее Обратно И ты снова будешь Как новенький Постой Постой Что? Да я просто шучу Не бери в голову Эй Вы двое Прекращайте Дурачиться Нам нужно Поторопиться Когда Вернемся на корабль Возьми сахар И натри им Шишку Опухоль Спадет О Хорошо Я не стану Злиться Если ты будешь Разговаривать Хорошо Тебе ужасно Нравится Эта штуковина Да? Но Тебе все-таки Стоит положить Ее в сумку Уберу сумку Вот и славно Кстати У тебя отличная сумка Судя по виду Сделана На века Она Шита Из Мауритского Шелка Никогда Не слышал О таком Его Откут Из паутины Та-да-дам Ткань Выходит Очень тонкой Кроме того Она Переливается Мягкая На ощупь Легкая Хорошо Тянется Дышит И при этом Весьма Прочная Но И это еще не все Самое чудесное Из его качеств Способность Поглощать удары На ты Я смотрю Грамотный Малый Опыты Знания Позволяют Находить Самое Бесценное Сокровище Если ты будешь Притаскивать на корабль Любую добычу Которую найдешь Он Перевернется Вполне логично Просто я хочу сказать Что твоя сумка Лучшее место Для хранения Этого компаса Нам он еще понадобится Так что храни его Как теницу ока Договорились? Хорошо Номер два По-моему Просто счастлив Наконец-то Он будет считать себя Небесполезным И по крайней мере Живым Так Теперь похоже Нам придется Вернуться назад Туда где Айзен Напинал Этому гордому На стражу Крепости Который Визжал Как бедная шавка Когда ему палец Сломали Который Клялся Что это дело Его жизни Он будет ее защищать В общем Как обычно Похоже Та запертая дверь Была именно там Попробуем сейчас Этим ключиком Ее открыть И там Мы По идее Сможем пробраться К линкору Но это не точно Сначала Сначала Убедимся Что враги Нас не преследуют Чего И только потом Откроем ворота А точно Нам ведь Линкор Нужно уничтожить А тот Страж Говорил Что Путь к линкору Находится Где-то Вот По этой Лестнице Нам нужно Брести И тогда Мы его найдем Так 680 монет Я уже 2600 Уже далеко Не бомж Так Вроде бы Да Вроде бы Мы идем В правильном Направлении А вы то Откуда здесь Взялись А вот На данный момент Духи Это Единственные враги С кем бы я Очень не хотел Сражаться Потому что Они могут Закастовать Меня до смерти Если Стенники Они просто Такие Пухленькие И все Как бы То вот Эти твари Пожалуй Могут Меня и убить Если Кастанут Одновременно Но Радует Что они Хотя бы Ватные И очень Быстро Умирают Ага Так Впереди Плюшка Плюшка В виде Сундука Значит Нам нужно Как-то Пробраться Вон Туда Окей Внизу Раздался Громкий Звук Камень Куда-то Упал Нет Упал он Не на Линкор А куда Он тогда Упал Так Какая-то Плюха Для Номера Два Было бы Лучше Если бы Тот Камень Свалился На Линкор Но Нет К сожалению Там Еще Вроде бы Была Лестница Вниз Вот В этой Комнате Попробуем Спуститься Туда Да Точно Здесь Я Еще Не Был Так Плюшки 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 И Пару Демонов Мы Здесь Тоже Запинаем Наверное Не Духов А Наверное Ящериц Что-то Духи Мне Не Нравятся А Вот Ящерицы Пожалуй Само То Что Нужно Что-то Их Много Как-то На Этот Раз Пришло Если Посмотреть Сколько Демонов В Этой Крепости Собралось То Видимо Охрана Здесь Была Такая Нехреновенькая Потому Что Эти Демоны Это Эти Самые Бывшие Не знаю Экзорцисты Ли Но В любом Случае Эти Военные Обатства Как Как Минимум Обычные Солдаты Но Может Быть Это Были Экзорцисты 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 Ниже Ага Значит Линкор Мы Собираемся Взрывать Мне План Определенно Нравится В Одном Порту Мы Уже Устроили Большой Фейерверк Можно Устроить Еще Один Да С этими Врагами Даже Не хочется Смотреть Какие У нас Там Приемы Стоят И так Отваливаются Отлично И по ходу Действует Бонус От титула Который Увеличивает Добычу Предметов В итоге Мы получаем Бонус Получаемых Предметов От Сложности И плюс Мы еще Получаем Бонус От Титула В итоге Снаряжение Валится Просто До хренища Нужны Еще Правда Деньги Чтобы Потом Его Усиливать Хорошо Что Разборка Снаряжения Происходит Хотя бы Бесплатно И В обсуждениях Игры Игры Писали Что Мол Как бы Деньги В игре Некуда Девать Да ладно Простите Как деньги Некуда Девать Мне кажется Деньги Здесь Будут Улетать Только В путь Что-то Мне Очень Это Подсказывает На Одно Объединение Похоже Нужно Будет До хренища Денег На Более Высокие Уровни Пока Больше Чем На Плюс Три Я Заточить Наряжение Не могу А вот Видимо Дальше Там Денег Нужно Будет Просто Немерено Претер Экзорцист Пристань Впереди Нравится тебе Это или нет Но мы До нее Доберемся Вы Есть Нарушители Хотя Думаю Это Не важно Я Сражу Любого Кто Экшается С демонами Познакомьтесь С моим Клинком И Стивем Рангетсу Отойди Айзен Нет Это Ты Отойди Я О нем Позабочусь Прости Но это Моя Добыча Да У нас же Он Из Семьи Рангетсу Так В броне И Ракообразное Вот с этими Ребятами Я бы Пожалуй Уже Приемы Подобрал Так Ладно Поехали Сначала Вырежем Сильные Звенья А потом Попытаемся Еще одного Претера Победить Как показывает Опыт Претеры Для нас Особой Угрозы Не представляют Они Так себе Сложновато Да Но То Чтобы На них Отваливаться Нет Отвалиться Я могу На летучие Мыши Это Да Это Пожалуйста Это Хоть Десять Раз А Вот На Экзорцистах Не Спасибо Чего 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 Это Кто Там Такую Плюху По мне Выдал Блин Еще Ты Аж Прифигел Кто Там Водой Так Жарил Так Думаю Это Неважно Следующий Но Что-то Эти Твари Не Похожи На Малахимов Совершенно Они Больше Похожи На Демонов И Было Бы Довольно Странно Если Б Претер Экзорцист Смог Призывать Демонов На Малахимов Они Точно Не Похожи Совершенно О Все Мой Любимый Прием Против Экзорцистов Пошел В Дело Урон Наносится Просто Колоссальный Бедняжка Его даже Жалко Немного Так Все Души Закончились И теперь Как бы Я себя Не Начал Жалеть Ну Ну Хотя Бы Хотя Бы Кто То Мне Помогает Его Пинать Айзен Курит Где-то В сторонке Это Нормально А не Вон Все Таки Пришел Но Иногда Начинает Уже Пригорать От Того Что И Немного Кривое Мне кажется Вот Будем Немножко Поумнее Все Сложилось По-другому Времени У нас В обрез Ребята Займитесь Кораблем Осторожно У Рокура Он Знаю Он Выжидает Идем Где ты научился На стилю Рангетсу В Аббатстве У самого Легата Сигура Врешь Он Никогда Бы Не взял Ученика Дай-ка Я угадаю Он Однажды Показал Тебе Пару Движений Когда Ему Было Ужасно Скучно А потом С их помощью Тебя же И Того Запинал А вот Рокура Да Настоящий Владелец Стиля Рангетсу Так Получен Нигнецид Парных Клинков На уровне Сложности Средней Или выше Дает возможность Добавить до двух Случайных навыков Для снаряжения Полез Полезный Полезный брюх Все готово Айзен Да Заодно Выйдет Отличный Сигнал Для Ван Эльти Тоскливее Боя У меня никогда Подходящий Спутник Для Жнеца Так Минус Линкор Все готово Открываем Ворота Так Все Теперь нам нужно Открыть дверь И перейти в помещение Над воротами А чтобы Эти самые ворота И открыть Глядя на твой стиль Владения мечом И этот гигантский Клинок За плечами Так и хочется спросить Нет ли тебе Кровер Рангетсу Есть А что Тебе доводилось Слышать о семействе Кусиамата Я слышал Что эти Что это кузнецы Как-то связаны С домом Рангетсу Да Это наша Дальняя родня Они делают Кухонные ножи А ты Что Интересуешься Кулинарией Нет Просто говорят Что у них Отличные лезвия Вот я и подумал Что такой нож Станет отличным Подарком Не думаю Ножи Ножи Кусиамата Прокляты Качество Самих клинков Выше Всяких похвал Но при этом Они пробуждают У своих владельцев Непреодолимое желание Резать и колоть Всех вокруг Я слышал Что они При изготовлении ножей Использовали Кровь своих Любимых женщин Однако Никто не знает Правды Их план Прекратил существование После того Как они обратились Друг против друга Но все ножи Как считается Были расплавлены Видимо Поэтому Теперь о них Почти никто не вспоминает Такова судьба Дома Рангетсу Ну или возможно Это все У нас в крови Похоже Из слуха В вашем клане Не все узнаешь Лучше уж так Жестокие Какие-то ножи При изготовлении Которых Использовалась Кровь Любимых женщин Что за нахрен Так Линкора нет Осталось Открыть ворота Забраться На пиратский Корабль И Свалить Отсюда И мы Будем Где-то Уже На пути В столицу А это Нам Как раз Таки И нужно Было Так Что с Линкором Блин Отсюда Не видно Ну Будем надеяться Что ему И правда Пришел Триндет Не Плоховато Видно Все-таки Что там Разворотило Так Ну что Ребят На этом Мы серию Заканчиваем Открывать Ворота Мы начнем Уже В следующей Серии На этом Все Всем спасибо За просмотр Пока Субтитры 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 Субтитры